Защита днища Когда не слышал, посему решил поехать посмотреть лично Подъехав к дому, подруге он вдруг увидел, что ее авто стоит невредимо На вопрос, что же все-таки сломано Люба, растирая помаду и тушь позаренной мордашки, сообщила тупому другу еще раз Что та деталь, которую она потеряла, называется именно защита днища Несчастная блондинка открыла багажник и предъявила другу канализационный люк Применив методы допроса, друг выпытал следующее Еду и вдруг, бух, видимо на кучку наехала Я по тормозам выхожу, а она рядом лежит Мужики какие-то остановились Я им пожаловалась, а они мне сказали, что эта деталь называется защита днища И что она в машине, самое важное И что без нее ехать крайне опасно Помогли погрузить ее в багажник и посоветовали ехать в сервис Весь этот рассказ время от времени прорывался с хлипыванием Любы и адскими усилиями ее друга сдержать смех Но это еще не все Промасленный слесарь из автосервиса, выслушав любяную историю, поведал, что мужики на дороге правы Ибо нет в машине детали важнее, чем эта Но отремонтировать машину он не может, так как в данный момент у него нет левосторонних саморезов Бумажку с номером саморезов слесарь презентовал девушке, чтобы та не забыла, какие именно ему нужны А продавец в магазине, куда я сразу же направилась, сначала взглянул на меня так, как будто я голая А потом сообщил, что такие саморезы идут только под заказ в течение трех месяцев Да и то не от гарантии, что подвезут А при всему ездить на машине, ну никак нельзя И что мне теперь делать? Возможно история бы продолжилась, но друг Любы больше не смог сдерживать смех